Тарифы и изношенность транспорта Тарифы и изношенность транспорта Тарифы и изношенность транспорта Тарифы и изношенность транспорта о создании на территории Карачева-Черкесии детского центра федерального значения. По всем вопросам члены правительства готовят заявки для включения в программу. По ряду вопросов в рамках Санкт-Петербургского экономического форума пройдут личные встречи. Глава республики поручил премьер-министру Мюрату Аргунову держать исполнение поручения Михаила Мишустина на особом контроле. На очередном пленарном заседании Народного собрания депутаты рассмотрели ряд законопроектов, обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития республики. Кроме того, парламентариям представили новую кандидатуру на должность уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесии. Альбина Ламкова продолжит. Перед тем, как приступить к рассмотрению законопроектов, депутатам была представлена новая кандидатура на должность уполномоченного по правам ребенка Карачаева-Черкесии в связи с истечением срока полномочий предшествующего руководителя. Парламентарии претендента одобрили. Считаю, что работа помощного по правам ребенка в Карачаево-Черкесии должна осуществляться по следующим основным направлениям. Защита прав детей. В первую очередь детей, нуждающихся в особой поддержке государства. Детей сирот, детей оставшихся без подвещения родителей. Детей с ограниченным вознуженными здоровьем. Детей, проживающих в инфекционных учреждениях. И детей, находящихся в конфликте с законом. Мария Лакаева имеет необходимые качества в области права и свобод человека и гражданина. Опыт их защиты начинала трудовую деятельность психологом в реабилитационном центре «Надежда». Затем с докладом выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Сергей Рощенко. Он рассказал о совершенствовании правового положения субъектов предпринимательской деятельности и путей решения проблем. И о результатах работы в этом направлении. Есть тенденция к улучшению. У нас количество восстановленных прав с каждым годом растет. На сегодня это 80% из того, что к нам обратились. Количество проверок бизнеса кратно сократилось. И сегодня уже ситуация иная по сравнению даже с прошлым годом. Количество проверок сократилось на 70%. Соответственно, в рейтинге делового климата среди регионов Российской Федерации мы с 70-го места переместились на 19-е место. Люди в бизнес идут активно, так как они под надежной защитой, заявил Сергей Рощенко. Затем на сессии были представлены законопроекты и проекты, касающиеся мер социальной поддержки, налоговой политики, туристической привлекательности региона и земельных отношений. Хасан Хубиев рассказал о внесении изменений в закон с многодетными детьми. Речь идет о том, что дети, которые с многодетных семей будут учиться в средне-профессиональных образовательных учреждениях, будет компенсирована 30% компенсация. Есть поправочки, мы подготовили по заключению правового управления нашего. Там речь идет, уточняется форма обучения, это очная. И вступает в силу с 1 сентября текущего года. Ключевые проекты законов и законодательные инициативы детально обсудили на заседании. В результате все представленные законопроекты были поддержаны депутатами. Альбина Ламкова, Олег Мохожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Роль транспорта в развитии современного города, низкий тариф и 80% изношенность транспорта обсудили на заседании в Общественной палате Карачаева-Черкесии. Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России, модератор заседания Илья Зотов рассказал о текущем состоянии транспортной отрасли, сложностях возникающих с обновлением состава автобусного транспорта и внедрения перспективных решений и технологий. Участники кругного стола сформулировали предложение по развитию пассажирских перевозок автобусным транспортом в сельские населенные пункты. Общественная палата России, учитывая высокую социальную значимость вопроса и доступности транспортного обеспечения, подготовит резолюцию, которая будет направлена всем соответствующим органам, отметил Илья Зотов. Мы за то, чтобы было сбалансировано развитие качества транспортных услуг, и сервис был более высокого уровня, и автобусы новые. Но при этом, конечно, планово рост стоимость проезда, потому что это неизбежно. Но пассажир будет четко понимать, он при росте стоимости проезда получает более качественный транспорт, более качественные услуги. Сейчас он увидит только повышение стоимости, но не видит качественных транспортных услуг. Это абсолютно недопустимо, и мы против нарушения балансов, которые сложились на данный момент на рынке автобусных перевозок. Это все-таки рабочие места, это семьи, это большое количество людей, которые задействованы в этом процессе. Не нужно рубить с плеча, нужно смотреть на эту ситуацию сверху и находить возможности для развития бизнеса. И по каждому виду транспорта предложение даем в адрес правительства. Мы, как голос регионов, понимаем полностью специфику всей нашей необъятной Родины и должны давать решения не только для московского региона, не только для Центральной России, но и для всех регионов. А каждый из этих субъектов потом будет воспользоваться этими инструментами поддержки, как посчитать нужным. Даматея начала строительство второй очереди площадки от корма овец в Карачева-Черкесии. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию площадки на 14 тысяч голов овец. Второй этап включает в себя строительство 16 навесов для выгула мелкого рогатого скота, кормовые, столы, склад и навес для техники. Кроме того, будет построен административно-бытовой корпус, объекты биологической безопасности, проведение всех необходимых коммуникаций. В полном объеме работы на крупнейшие ВСКФО от кормочной площадки будут завершены в конце 2023 года. В Республиканской филармонии прошел благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия». Свои музыкальные номера представили воспитанники детских школ искусств Черкеска. На мероприятие побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Подобные концерты сплачивает общество. И нам приятно, что юные дарования принимают участие в благотворительных мероприятиях, отмечают организаторы. Перед входом в концертный зал в филармонии установлена специальная урна, куда желающие могут внести ту или иную сумму в поддержку семей участников СВО. Благотворительное мероприятие собрало полный зал. И нам приятно видеть, что такую акцию поддерживают жители республики, отметил министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. Благотворительная миссия мероприятий позволяет каждому зрителю, каждому участнику внести свой вклад в поддержку семей, в которых родители сейчас участвуют в специально-военной операции. И инициатива, которая поддержана главой республики, оперативным штабом мэрии города Черкеска, сегодня воплощается вот в этой череде мероприятий. Вот здесь рядышком с нами находится специальный большой короб, который любой желающий может внести сумму, в который пойдет в фонд поддержки семей участников СВО. В свою очередь заместитель мэра Черкеска Елена Енцин Данильчук отметила, что сегодня наши военнослужащие защищают счастливое будущее, охраняя безопасность нашей страны от неонацизма. Мы гордимся нашими ребятами, смелыми, стойкими, верными сынами Отечества, настоящими патриотами. Всесторонняя помощь военнослужащим и добровольцам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, а также их семьям сегодня главный приоритет. Мы всегда на связи и всегда готовы поддержать наших бойцов и их родных. Юные талантливые воспитанники школы искусств дарили свои яркие музыкальные номера, завораживая зрителей своим мастерством исполнения. Дети активно и с удовольствием готовились к этому концерту, говорят педагоги юных артистов. Для нас, конечно, это очень значимо, потому что это пойдет в поддержку тех, кто воюет в СВО. Мы очень переживаем, желаем им скорейшего возвращения. И наши дети подготовили танец, называется детские конфетки. Они тоже очень переживают. Для них это тоже волнительно, но в то же время и ответственно. Они тоже пришли с большим энтузиазмом поддержать наших воинов. Также юные воспитанники школ искусств продемонстрировали свои таланты в игре на различных инструментах. Олег Анлипшоков, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Традиционный концерт, приуроченный ко Дню защиты детей, провели на базе Республиканской детской юношеской конно-спортивной школы. На праздник пригласили более ста ребят из семей участников СВО. О заряде положительных эмоций расскажет Дарья Тендит. Дети с нетерпением ждут начала лета, ведь это не просто приход тепла, но и возможность для отличного отдыха. Это настоящий праздник, так как наступили долгожданные каникулы. Очень здорово, что дети могут общаться между собой, попробовать прокатиться на лошадях и увидеть подготовленную для них программу, отметил Руслан Джамбаев. Он поблагодарил конно-спортивную школу, Министерство культуры Карачаева-Черкесии, организаторов и волонтеров за оказание помощи и поддержки. Тот праздник, который сегодня у нас получился, конечно, он, я думаю, очень понравился и детям, и родителям. Поэтому мы планируем эту традицию продолжать. Ежегодно этот праздник доказывает свою необходимость, свою значимость. На праздник, посвященный Дню защиты детей, приглашены дети со всей республики. Ребята из Зеленчукского района не первый раз приезжают на такого рода мероприятия. И домой всегда возвращаются в полном воодушевлении, рассказывает Наталья Резвая. В этом году на праздник приехала группа из 20 человек. Это дети из семей участников СВО, отметила она. Ребята ожидают такого же положительного настроения, буря эмоций. Ждут конкурсов, ждут мероприятий, настроены позитивно. Очень хотят во всем поучаствовать. В числе приглашенных гостей на праздник были всем знакомые герои мультфильма. Чебурашка, крокодил Гена и Шапокляк. Все желающие могли сфотографироваться с ними в подготовленной фотозоне. Праздничная программа была яркой и насыщенной. Конкурсы, викторины, подвижные игры и катание на лошадях вызывали восторг у детей. Ребята пели, танцевали и фотографировались на память. А станция «Квагрим» стала самой актуальной станцией на празднике. Сейчас будут рисовать на лице огонь. А чем тебе понравился этот рисунок? Яркий и красивый. Мария Кондратенко – жена участника СВО. Для нее приглашение стало интригующим. Мы не представляли, что будет происходить, но концерт оказался замечательным, поделилась Мария. Спасибо большое организаторам за такой прекрасный, чудный праздник для деток наших. Детство навсегда останется самой счастливой и беззаботной порой для ребят. Праздничный концерт надолго останется в памяти у этих детей. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. Дорога к популярному курорту станет еще комфортнее. На ведущие к Донбаю дороги А-155 продолжается ремонт по заказу Упор-Дор-Кавказ. Обновят 9-ти километровый участок от республиканской столицы до Усть-Джигутэ. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на октябрь 2023 года. Среднесуточный трафик движения в настоящее время составляет более 30 тысяч автомобилей. На старом покрытии образовались дефекты, а на отдельных участках наблюдается застой воды. Сейчас на объекте задействовано порядка 30 дорожных рабочих и 20 единиц спецтехники. Далее смотрите интервью писателя и журналиста Шахризы Богатыревой. С ней встретилась Белла Джозаева.